Жизнь над пропастью в Косове, Ивано-Франковской области, десятки домов могут провалиться под землю. Все из-за местной реки. Почему чиновники не спешат укреплять ее берега, выясняли наши корреспонденты. Надежда Николаевна с помощью палки измеряет глубину трещин, которая становится все глубже. Значит, неделю тому оно было вот так. За неделю мы видим, как оно пошло. Это каждый день. Я не могу каждый день 10-20 сантиметров, понимаете? Вот какая разница. Это приблизительно, сколько есть? До двух метров. Это сегодня, а завтра уже можно и так. Женщина рассказывает, когда от ее дома до берега реки было метров шестьдесят, но за последние два месяца вода захватила еще 25 метров. В страхе живет и Любовь Посолюк. Ее двор от пропасть отделяет лишь эта изгородь. Метр до живоплота начало рвать. И оно поступово съезжает в реку. И если эти яблоны не пьют, то пьют и от этого городу. И пьют и до хати ближе. Потому что там обервало 25 метров сразу. А тут, смотрите, осталось 10-15. То где больше? Менше осталось, как там взорвало. Река начала разрушать берег еще 50 лет назад. Под угрозой оказались школа и детский сад. Когда этот суб берега, все жители, все обратились, и Надяя Миколаевна, и моя мама, были неодноразово, особенно после поведения. Нам не было письмою ответа, но нам ответили словесно, что нет денег. В мэрии Косово объясняют, укрепить необходимо более 4 километров береговой линии. Но денег на это в горсовете нет. Таких денег в местах, которые расположены в горских территориях, их априори быть не может. Чтобы вы понимали, что вартость этого объекта, где-то приблизительно, она должна стоить летному бюджету развития города Косово. То есть, если бы нам сделать этот бюджет, значит, мы на год можем городскую раду закрывать, мы больше ничего не можем в городе сделать. За помощью городские чиновники обратились в областной департамент экологии. Там пообещали выделить несколько сотен тысяч гривен, хотя необходимая сумма в десятки раз больше. Жанна Дучак, Зиновий Аптанас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область.